Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Людмила. На этой неделе я была в магазине Мега. Это город Самара. Два раза туда ездила. Магазин Икея. Получала три своих посылки в разные дни. Заодно, естественно, забежала в магазин шведских продуктов. Они у нас открыты. В два раза, в два захода, можно так сказать, я закупила там немножко продуктов. У нас скудненький выбор. Не всё есть, что я хотела. Но то, что, в общем, захватила. Много я взяла первый раз. Я как-то мало покупала раньше продуктов шведских. Нелюбительницы. Составы у них плохие, поэтому я не брала. В этот раз решила на пробу взять. Вот сейчас вам хочу показать, что купила. Приятного просмотра, кому интересно данный формат видео. Итак, приступим. Один раз пробовала в магазине брать кофе. Правда, в зёрнах. В этот раз взёрных не было. Был молотый. Он был у нас двух видов. Вот такой. 500 грамм. Молотый. Жареный. Так вот. Темные обжарки. Продавец сказал, что это темный, в общем, он более насыщенный аромат. Стоит 469 рублей. Я взяла две упаковки такого. Вот вторая лежит. У меня есть кофеварка, поэтому я буду делать. И взяла ещё один. Вот такой вот. Это более слабый, как он сказал. Кофе. Здесь арабика. Средняя обжарка. Тоже стоит 469 рублей. Вот второй раз, когда поехала, вот этого кофе уже не было, который более насыщенный. Поэтому хорошо, что я взяла всё-таки сразу два. Далее взяла печенье с малиной. Там у нас много печеньев было. Второй раз особенно завезли. Я печенье не особо люблю. Но чисто вот иногда бывает хочется. Поэтому взяла. Он у нас стоил вот такой конкретно. Стоил со скидкой с малиной. 79 рублей. Ну, состав, конечно, отвратительный. Вот честно, я когда почитала дома, приехала, я ещё в шоке была. Очень много езжек. Просто очень. И практически в каждом продукте есть пальмовое масло. Ну, я взяла один раз. Как бы ладно. На постоянной основе, конечно же, такие продукты брать нельзя. Так. Ну, две пачки я взяла такого печенья. Я уже брала как-то один раз такое печенье. Неплохое. Нормально есть можно с чаем. Далее из сладкого я взяла вот такие конфетки. Они у нас по 49 рублей. Со скидкой были. Ну, они малышки, конечно. Здесь, по-моему, по 100 грамм, что ли. Составы тоже более-менее нормальные. Ой, не составы, а срок годности. Так, я тут, не знаю. Ну, напоминает Twix, на первый взгляд. Не пробовала ещё. Я только одну взяла. Взяла вот такую. Тоже напоминает, я не знаю, Марс, что ли. Ну, на вид. Тоже 49 рублей. Срок годности тоже, ну, нормально ещё есть. Ну, тоже малышка прям совсем вот. А, вот, кстати, написано. Что-то не фокусируется в камеру. С карамелью. Так, прочитаю. Нуга с миндалём, карамелью в молочном шоколаде. Не хочет сфокусироваться с камерой. С карамелью в молочном шоколаде. А вот это, вот, овсяное печенье, шоколадной глазури, батончик мюсли в шоколаде. Вот, вот сейчас прям видно. Так, далее взяла вот такие конфеты. Тоже я всё это впервые брала. Такого я ещё не брала. Чисто, вот, один раз попробуйте, всё. Ух ты, замороженные. А я их в холодильник положила. Честно говоря, я не думала, что их надо в морозилку класть. Я их просто в холодильнике 3 дня хранила. Состав, как видите, тоже ужасный. Больше, конечно, не возьму. Так, не помню, сколько стоит. Я вам в конце чек покажу. По-моему, рублей 200. Так, из сладкого взяла шоколадки. Они у нас со скидкой были. Были только такие. Молочный шоколад по 59 рублей. Я вот тут много штук взяла. Одну уже съела на работе. 3, 4, 5, 6, 7. 8 штук, в общем, я взяла. Ну, в 2 раза, естественно. Первый раз 4, второй раз 4 взяла. Вкусный шоколад, неплохой. 100 грамм. Были там ещё какие-то другие шоколадки побольше размера. Ну, тонюсенькие. Но они стоят что-то прям дороже намного. Мало у нас скидок. Пока что. Может, конечно, потом будет. Просто у меня магазин находится очень далеко. За городом. А ездила я среди недели после работы. Получается, домой я очень поздно приезжала. А сегодня выходной. Вот решила показать вам. Далее взяла сырники. Ни разу не брала и не пробовала даже там. Потому что никогда не успевала на завтрак приехать в Икею. А после обеда, в общем, на обедах уже не продавали. Взяла 2 пачки. 129 рублей. Одну пачку я сегодня утром уже пожарила на сковородке. Вкусные. Но не прям суперские. Не так, что прям гоняться за ними. Сам ты дома, конечно, вкуснее можешь сделать. Здесь 4 штучки. Ну, нормальные, вкусные. Ну, состав, да. Здесь есть пальмовое масло. Просто удобно хранить в морозилке. Там, если не успеваешь, допустим, что-то приготовить. А быстро там написано, что можно в микроволновке минуту разогреть. Или можно в духовке. Или на сковородке. Я вот, допустим, утром выставила, ну, переложила из морозилки в холодильник. Чуть-чуть они оттаяли. И вот на сковородке пожарила, попробовала. Ничего вкусного. Джимы я не люблю, я не покупала их. Я уже пробовала как-то в свое время, поэтому в этот раз не покупала. Так, далее я из продукта взяла в запеканку. Я один раз, точнее два раза пробовала в ресторане Икея какую-то запеканку. Очень вкусная была. Там с брокколи, цветная капуста. Ну, я не помню, из чего она. Вот увидела там одну запеканку. Подумала, что это, возможно, она была. В ресторане на рублей 60 или 70 стоила. Но вкусная была. А здесь она 200 рублей стоит. Вот картофельная запеканка с брокколи, оливками, сливками, авика. Не знаю, тоже здесь состав, конечно, ужасный. Ну, я взяла просто, ну, просто захотелось попробовать, сравнить, честно. Естественно, это за раз не съешь, а как бы просто попробовать. Так. Вот это вот со скидкой было, по-моему, 200 рублей. Кстати, забыла торт еще достать из морозилки. Сейчас покажу вам фрикадельки и сбегаю за тортиком. Так, дальше вот взяла фрикадельки. Вот первый раз я ездила, не было. А второй раз вот как раз я попала. Чуть-чуть у нас было. Там пустые морозильные камеры уже были. По чуть-чуть прям привозят, видимо. Так, фрикадельки я взяла из говядины. Ну, мясные. Стоит 500 рублей. Килограмм здесь. Никогда не брала. И в ресторанничном бре один раз, по-моему, покупалась. Или два раза покупала. Мне особо не нравятся, потому что они подаются сладким соусом. Я не люблю сладкий соус. Я люблю все солененькое. Поэтому не очень мне не понравились тогда. Но подумала, что дома я приготовлю немножко по-другому. Поэтому взяла. Были там еще овощные. Но тоже 500 рублей. Не помню. Нет, овощные не помню, почему. Вот взяла такие, но 500 рублей. Говядина, свинина, лук. Ну, вот в общем состав. Здесь еще более-менее состав, кстати. Сейчас бегаю за тортиком. Я один тортик взяла. Тоже никогда торт раньше не пробовала, не покупала. Я там в основном булочки какие-то там с корицей покупала или еще какие-то. А вот именно тортик я ни разу там не покупала в ресторане. Вот вытащила из морозилки торт. В этот раз взяла с миндалем. Там было два разновидности торта. Но и тот, и тот стоил 500 рублей. Я решила, что один пока возьму миндальный. Вот состав. Скидок на него нет. Вот первый раз торта не было. Вот второй раз мы его уже в морозилку засунули. Было, я взяла. Вот такой беленький. Кто пробовал, пишите, как его готовить. Не знаю, ни разу не пробовала. Вообще не любительница сладкого. Но решила, что и киевский тортик я должна попробовать. Как его? А, ну, состав-то есть. Как его делать? В общем, пока я не пробовала, ничего сказать не могу. Второй торт тоже 500 рублей там стоит в магазине. Ну, блин, за 400 грамм 500 рублей. Не знаю. Так, все, по-моему, я вам показала. Все продукты, которые я брала. Да. А, кетчуп, забыла вам соус показать, да. Хотела очень кетчуп для... Соус для рыбы взять не было. Ни первый раз, ни второй не привезли. Было вот такой соус. В первый раз, вот я когда ездила, взяла. Соус на основе, в общем, с горчицей и хреном. До этого я брала другой соус. А вот это как раз я оставила напоследок. Не пробовала пока. 169 рублей стоит. Посмотрим. Кетчуп взяла. Тоже ни разу кетчуп не брала этот. Я обычно от других фирм покупаю. 169, по-моему, рублей тоже стоит. Недешевый, я бы сказала, для кетчупа и состав здесь. Я беру с хорошим составом. Вот да, все говорят, что составы плохие. Все равно же берем и пробуем. Ну вот не знаю, почему-то у нас такая... Хочется попробовать все-таки киевской же, да. Хотя состав и отразительный. Ну вот, все. Все мои покупки из соуса. Ой, из продуктов. Далее я постараюсь сегодня вам снять еще все три мои посылки, которые я получила. Заказ с Икеи самовывозом я забирала в два захода. Вообще много. У меня все тут заставлено полквартиры. Поэтому сейчас сниму потихонечку. Несколько видео постараюсь выложить. Как получится. Ютуб вообще, кстати, очень тяжело воспринимает в последний раз последние загрузки. Я не знаю, фотография у меня оттуда пропала. И видео несколько раз. Вот я вот предыдущий вам показывала. Доставка на дом у меня была большая. Там 96 килограмм. Мне привозили первый заказ Икеи. Я пыталась несколько дней выложить видео. Он вообще не грузит его и все. А если загружает, то потом не выкладывает. Я не знаю, что там с Ютубом какие-то проблемы. Поэтому вот. Как сниму, постараюсь сразу выложить. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки. Пишите, что вы покупали в Икеи. Что нравится, на что стоит обратить внимание, пока есть возможность. Пока Икея работает. Это будет полезно всем. Не только мне, но и другим, кто читает и смотрит данное видео. Все. Всем спасибо. Подписывайтесь и следите за дальнейшим моим видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok